Ребята, всем привет! Новый влог, и правда, под прошлым влогом написали, Юля, какая же ты ленивая, снимай больше влогов, я согласна, я ужасно ленивая. А еще, кстати, помните, я рассказывала вам про мази, которую мне выписал терматолог, и кто-то мне написал то, что, блин, они же безумно сушат кожу, и я такая, чего у вас сушит, меня не сушит. В итоге у меня тоже начала сушиться кожа, и из-за этого я даже не могу нормально накраситься, ну, короче, но пока норм, пока у меня свежий макияж, и косметика не отвалилась, скажем так, но я сейчас еду в Smile Studio делать как раз-таки ламинирование бровей, я его делала последний раз, два месяца, по-моему, с половиной назад, что-то такое. Насколько я знаю, когда делаешь ламинирование, нужно, ну, типа, два месяца подождать, и только потом заново можно делать эту процедуру. Честно говоря, не разбираюсь, но из-за ламинирования брови становятся более твердой текстуры, скажем так, менее мягкие, и могут отламываться, поэтому лучше, конечно, это делать поосторожней, и нечасто. И еще я буду делать лазерную эпиляцию, наконец-то, потому что я очень долго тягивала этот момент, у меня, кстати, уже все чики-пуки. Вот, кстати, реально, лазер, который я делала раньше в другом салоне, он не давал такого результата, как то, что дает в Smile Studio, поэтому, блин, если не хотите просто выкинуть время и деньги на ветер, то сразу идите в Smile Studio, потому что тот лазер, который делают там, он реально хорошо помогает. Еще мне нужно поехать в Dulce Shop, не знаю, правда, сегодня или завтра, но мне нужно найти платье, потому что скоро у меня будет мероприятие, мне нужно красивое новое платье, как бы вечернее, но при этом скромное, ну, то есть, чтобы без всяких там сись. Вот, а еще мне нужно сделать маникюр, и я думаю записаться в Smile Studio, потому что там вчера я сделала Карина Маник, и я просто в восторге, очень красиво ей сделали. Я в шоке с этой погодой, что за хрень? Ай, ты, в глаза! Ты можешь мне скинуть, что это за камера? Конечно. Название все. Да. И вот такую штучку держать. Ладно. Я закажу себе такую камеру, пожалуйста. Это очень удобно. Давай. Тебе надо. Скинешь мне все, ладно? Блин, тебе надо, реально. Так интересно, тебе постоянно все приходят. Конечно. Это вообще класс. В общем, мои брови до. Они покрашены чем-то или нет? Нет, нет, я специально их не красила. А, не карандашом, ничего-ничего. А что у тебя там темное? Это остаток? У меня когда-то давным, давно, лет 7 назад, мне кажется, был татуаж, который я один раз сводила, но там что-то осталось. Может мне там? Да, желательно полтора-два месяца, чтобы прошло как минимум. Это с процедуры или... С процедуры. Но вот у вас все равно сейчас чуть-чуть бровки напитаны, составы были, потому что они у вас такие крепенькие были. Да, да. Поэтому в следующий раз лучше прийти попозже, даже если вы не будете чувствовать то, что у вас состав подсмелся. Ну, я, получается, где-то два месяца, по-моему, ходила после процедуры. В общем, нанесли уже первый состав. Ну что ж, сделали бровки и уже сделала лазерную эпиляцию. Пока что вот так. Вот. Но они сейчас под гелем, все такое, а потом я уже буду их зачесывать как угодно. Обожаю. Все, вышло. Сейчас поеду дальше. Итак, план такой. Сейчас приедет сюда Надя ко мне. Ой, холодно на улице. 16 градусов. И мы с ней поедем в Дульча-шоп. Все круто, кроме того, что туда большие пробки. Ехать придется минут 40. Может даже больше. Я очень хочу зачесать свои брови еще выше. Ну, как вам? Фильм такой. Блин. Вот знаете, каждый раз, когда выхожу из Майл-студио и начинаю улыбаться еще раз, вспоминаю про свои виниры. Просто это такая благодать, ребята. Вот еще раз просто скажу. Если вы мечтаете о винирах, сделайте. Это такой кайф. Это просто не передать вообще никакими словами то, насколько я чувствую себя красивой, идеальной улыбкой. Просто благодать. Я так счастлива, что я нашла Смайл-студио. Даже, знаете, я давным-давно видела еще в Инстаграме Смайл-студио, но как-то не то, чтобы не обращала внимания, видела, но я помню, тогда отбеливание я хотела сделать после того, как мне сняли брекеты. И я думала пойти в Смайл-студио, а потом что-то, короче, пошла туда, куда, типа, тетя моя ходила. Ну, такое, знаете. И в итоге вот только когда, получается, когда я виниры уже пошла ставить, я узнала про Смайл-студио вот прям конкретно, что я сейчас знала Инстаграм через Инстаграм. Вот. И тогда уже очень много блогеров тоже начали ходить в Смайл-студио. И теперь я просто, мне кажется, все там делаю. Просто капец. Еще думаю как-нибудь попробовать реснички сделать у них. Очень интересно. Ну, вы знаете, пока я хожу, ну, пока сейчас я хожу в ванну Ключко. Во-первых, это рядом с моим домом. И у меня там тоже свой мастер уже есть. Я привыкла. Мне, кстати, нужно сделать коррекцию, либо даже новое наращивание, потому что я его уже давно не делала. И надо записаться. Мы приехали в Дульча-шоп, как давно я здесь не была. Просто кошмар. Сейчас буду смотреть новая коллекция. Еще взяла очень красивое вот такое платьице. Как раз на мероприятие, куда я собираюсь. Мне как раз что-то в этом духе нужно. Такое спокойных оттенков, такое простое. Вау. Костюм. Очень красивый. Так что сейчас, короче, будем смотреть, мерить. Цветырочки очень классные. Так, ребят, смотрите, какой тут есть еще отсек. Тут как раз все вечерние платья. Шикарнейшие. Короче, ребят, я зашла, померила вот эту сумку от Пинка. Боже мой, мне плохо. Она стоит 36 тысяч. Сегодня я не буду ее брать. Надо переспать с этой мыслью. Но я была готова ее купить, потому что когда я увидела себя в зеркало с ней, я была просто в шоке. Всем привет, ребята. Новый день. И этот влог будет состоять всего лишь из двух дней. Вчерашний и сегодняшний. Сегодняшний день у меня опять домашний. На самом деле, я не хочу выходить из дома в такую ужасную погоду. Помните, в прошлом, позапрошлом видео я вам говорила о том, что у меня есть платье, которое я хочу разыграть, а не здесь. Ну, что-то здесь не то, что я хочу разыграть куртки просто. Так что сейчас я все это померю и покажу вам. Назначу циферку какую-то для этих нарядов. И, как и в прошлый раз, попрошу вас в комментариях написать вот такое письмо. Только от себя. Типа, меня зовут Даша. Вот мой инстаграм. Город Москва. Мне понравилось платье номер один. Или там номер два. Если вам понравилось несколько платьев, это тоже вариант. Так тоже можно написать. Мне понравился наряд один, два, три, там пять. Грубо говоря, это тоже норм. Потому что, когда я буду выбирать рандомно, ну, то есть я буду рандомно и выбирать тоже кому что. То есть, если что, ну, как бы я это выбираю реально просто рандомно. Не какие-то приложения комментариев, типа, выбирают, а я просто листаю, где-то останавливаюсь и этого человека записываю, как вот этот человек получит, например, платье один. Ну, короче, не знаю, не обессудьте, поскольку это розыгрыш. Но самое главное, что, ну, то есть не будет такого, что человеку понравилось платье номер один, а я решила дать ему платье номер два. Ну, то есть, как бы обязательно напишите то, что вам понравилось. И то, что вам понравилось, обязательно к вам попадет, если вы победите. Тут у меня очень много нарядов. Так, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Кошмар. Ну, это правильно. Я избавляюсь от того, что я уже не ношу, а люди смогут это носить с кайфом. Мой предыдущий влог засрали. Блин. Засрали из-за того, что много рекламы. Я так, дайте, прям окунулась в прошлое в своей жизни, когда меня всегда засирали за то, что у меня очень много рекламы. Вот, с одной стороны, я согласна, влог получился не очень. Я это, ну, осознаю. Понятное дело, осознаю я это после того, как увидела комментарии, а не тогда, когда я его там записывала. Хотя, когда я его мотировала, я все равно понимала, что он очень прерывистый такой, резко где-то обрывается, еще что-то. И какого-то сильного там прям интересного чего-то не происходило. Поэтому прошу вас за это прощения. Ну, то есть, я не хочу сказать, что этот влог я выставила просто для того, чтобы туда вставить рекламу. Не хочу так сказать. Короче, не хочу, чтобы вы на меня обижались и думали, что я какая-то сучка, собака сутулая. Ну, реально. Простите. У меня, по сути, там была только одна реклама. Ну, как? Одна реклама, скажем так, ну, оплачиваемая. Я думаю, что вы догадались, какая. А то, что я выставила, типа, наши пресеты, ну, получается, это тоже реклама. Ну, это реклама моего бизнеса, получается. А эко-маркет, ну, как бы это еда. Но все равно люди оттуда заказывают. Просто я говорила о том, что, типа, если вы закажете... Если вы заказываете еду с эко-маркет, то по-братски закажите по моей ссылке. Потому что, ну, мне придет бонус. И таким образом я смогу себе на халяву еды какой-то заказать. То есть, это просто, типа, по-братски. И все. Это не то, что, ну, обязаны вы это сделать. Нет. В общем, я намазюхалась, накрасилась и сделала себе, видите, ламинирование бровей. Маникюр мой сегодня засрали просто все. Я выставила в сторис свои ногти, и все засрали, потому что, типа, френч очень толстый. И мне так обидно, потому что я, ну, как бы попросила сделать так, потому что я так и хотела. Мне так нравится. Я понимаю, что у многих сейчас отношение к френчу такое, что он должен быть очень, ну, как бы тоненький, на кончике пальца, очень такой эстетичный, и все в этом духе. Ну, согласна, да, это тоже красиво. Но мне хотелось, чтобы мой френч, вот такой вот френч, даже если вы считаете, что это не френч, видно было издалека. И мне так, ну, реально нравится. Понимаете? Да, может быть, не идеально. Может быть, там где-то что-то криво, еще что-то. Ну, по сути, кто будет всматриваться вот так в мои ногти? Мне нравится издалека. Я когда что-то делаю, смотрю на руки. Мне нравится, аккуратно. Потом, значит, понятное дело, мне написали то, что, ну, боже, такая ущербная. Повторяешь опять за Кариной? Не хочу даже рассказывать ничего. Я просто френч очень давно хотела. Пипец, как давно хотела. Я еще недавно делала растяжку, типа, из бежевого в белый. Ну, не френч, а именно растяжку. Я очень сильно хотела френч, пипец, как давно. Но мне постоянно было лень сидеть, потому что это намного дольше. Сделала моя подружка Карина. Я увидела, как у нее красиво. Я вспомнила о том, как сильно я хотела френч. И мне тоже нужно было уже идти и делать маникюр. Не знаю, видели вы мои ногти вчера или нет. Они ужасно отросли. И вообще мы как бы планировали вместе пойти в салон, делать ногти. Но нам очень долго там не отвечали. И мы решили просто, что каждая пойдет туда, куда глаза глядят и делать свои маникюры. И я увидела реально, ну, типа, я не скрываю. Я давно хотела френч. Но я долго на него как-то не решалась. Потому что думаю, ай, ладно, в этот раз делаю это, в этот раз другое. Но я увидела у своей подружки, мне очень понравилось. И я тоже захотела прям здесь и сейчас взять и сделать себе френч. И даже форму сделала квадрат. Потому что я не очень представляю, насколько красиво это выглядело бы с другой формой. Мне нравится. Если хотите думать, что я повторила за подружкой, ради бога. В открытую могу сказать, что да. Я увидела, как у нее красиво и тоже захотела. Я не вижу в этом ничего такого. Я бы хотела съездить покушать. Я могу, конечно, заказать домой этот Бургер Кинг. Ну, что-то мне он уже надоел. Вот. А еще я хотела заказать клининговую компанию к себе домой. Клининг дома, уборку. Но тот клининг, который обычно я заказываю, та фирма, там очень много сейчас работников, короче, заболело. Ну, мне так написали. И поэтому я не знаю, что делать. Потому что я уже не знаю, сколько дней не убираюсь с дома. Ну, вот прям специально не убираюсь. Потому что думаю, блин, я не хочу на это вообще тратить время. Единственное, что я только пылесош и убираю на кухне. Вот. И я, ну, блин, реально ничего не хочу вот этого делать. Не хочу тратить на это время. Потому что сейчас везде убраться так, чтобы я реально была в восторге от того, что, вау, какую работу я проделала, это мне нужно потратить весь день. И есть вероятность, что мне придется сегодня весь этот день на это потратить. Сейчас я напишу кое-что Карине. Так что вот. И хочу съездить братья Караваева. И мне срочно нужно съездить в магазин за продуктами. Но не за всеми, всеми продуктами. У меня просто закончилось дома молоко. Хлеб. Овощи. Огурцы, помидоры. И чай. Угу. По поводу моей кожи. Все плохо. Не, бывало и хуже. Я тут сидела, пересматривала какие-то свои старые влоги. Бывало и хуже. Но все равно недовольна. Ах, господи, боже мой. Мне нужен нормальный врач. А вообще я хочу сходить к гомеопату. Давно причем. Мне кажется, что гомеопат мне может помочь. Ни разу к нему не ходила, но знаю, что это примерно так. Я прихожу. Ко мне подсоединяют какие-то штучки. Какой-то ток проходит через мой организм. И считывает все мои болячки, все мои проблемы. И какие-то шарики заряжают лечебными какими-то свойствами. Я не знаю, как это работает. Может быть, гомеопатия. Кто-то говорит, что гомеопатия это все из головы. Потому что ты пьешь таблетки какие-то пустышки, но тебе кажется, что это поможет твоей болячке. И все проходит. Не знаю. Но очень интересно. Сегодня в планах у меня поменять постельное белье. Хотя я его недавно меняла. Не могу сказать, что оно какое-то грязное. Но все равно хочу. Потому что я уже хочу постелить, посмотреть, как выглядит Шанель. Очень интересно. Вероятно, мне придется сегодня убираться. Потому что по поводу клининга мне так никто ничего не ответил. И я могу, конечно, написать в другую компанию. Но я что-то так привыкла к своим, что так не хочется. Я такой человек, знаете, я к чему-то привыкаю. И я не хочу вот другое. Мне хочется вот свое уже, к чему я привыкла. Ну, как бы и доверие есть, и все такое. Разыграть платье, вам показать. Ну и все остальное время займет уборка, конечно. А, ну и монтаж. Монтаж. Я тут ездила в Dulce Shop. Ну, вы это видели в начале видео. Я не помню. По-моему, я нихрена не сняла. В итоге нормально не вставила, как меряю. Но суть в том, что я не особо много даже чего померила. Я померила то, что мне очень понравилось. И мне нужно было записать это на телефон. И в сториз записала. И, наверное, поэтому я забыла снять для влога. Но я взяла белый комплект такой. Белое платье недлинное. И накидка такая белая. Забыла. Это типа как удлиненный пиджак. Ну, как-то это по-другому называется. В Dulce Shop я поехала для того, чтобы найти там платье. Потому что завтра, в воскресенье, а для вас уже сегодня, моя подружка выходит замуж. Не знаю, к сожалению. Или типа все идет так, как должно быть. Без торжества большого. Без огромной свадьбы, которую они хотели. Ну, я думаю, что вы понимаете причины, почему как бы все это отменилось. Но те, кто не понимают, две основные и главные причины. Это коронавирус и война. Почему все торжество большое отменилось, перенеслось. Получила? Да. И когда Даниловна сделаешь, сфотографируешь. Я тебе телефончик дам потом. Ладно. Но тут на английском, по-моему, ничего не написано. Тут только на грузинском. Нет, не на английском есть тоже. Там две писали. А, все, все. Вижу, вижу, да. Ладно, но завтра я буду занята, дедуль. Я на свадьбу иду. Завтра нет. Ну, послезавтра. Карина с Оском женятся. У них будет ЗАГС. И потом, вроде как, мы должны в ресторан пойти. Просто маленькой компании, небольшой. Ну, как бы отметить все-таки то, что они теперь муж и жена. Я просто в шоке. Вы представляете то, что в ЗАГС из-за коронавируса может зайти только 10 человек? Ну, конечно, я понимаю, да, почему такие ограничения. Но, с другой стороны, типа, концерты устраивать это норм. В ресторан, типа, это норм. Везде норм. В ТЦ норм. Но зайти в ЗАГС 10, не больше. А что будет? Вот мне интересно. Мы же не людей с улицы зовем, а все свои. Грубо говоря, тот, кто болеет, никуда не пойдет, останется дома. Ну, короче, не знаю. И я до сих пор даже не знаю, зайду ли я в ЗАГС и увижу ли я, как Карина с Оском женятся, говорят друг другу, я согласна, да, и вот это вот все. Короче, не знаю. Грустно, конечно. Карина тоже переживает из-за этого, потому что 10 человек всего, это жесть. Ну, как бы, может, получится там 12 человек, потому что у них еще будет фотограф, видеограф, и как бы, ну, по-хорошему бы, чтобы, как бы, ну, разрешили, типа, этих людей не считать, как за гостей, ну, как бы, они, типа, работники, как бы, да, они же снимают видео, там, фото. И вот, ну, я не знаю, в общем, посмотрим, конечно, как завтра все это получится. Я купила Карине с Оском подарок, мультиварку, не знаю, надеюсь, понравится. Я с Кариной долго болтала о том, вообще, что, что дарить-то, ну, типа, знаете, я не знаю, потому что, как бы, в моих планах было как, что когда у них будет свадьба, у них будет ЗАГС, а потом через неделю у них венчание, и уже большое торжество свадьбы, которое они планировали, большую. И, как бы, в моих планах было подарить просто много денег, потому что я знаю, что у них там, ну, как бы, квартиры, ремонты, всякие такие моменты, ну, как бы, на которые нужны будут деньги, плюс свадьба дорогая. А тут, получается, что, как бы, такого торжества не будет, и свадьбы как таковой, как бы, нет. Но, понятное дело, что есть ЗАГС, и, ну, как бы, житие совместное должно начаться. Поэтому я, как бы, решила, что будет неплохо что-то для дома подарить, и что-то такое полезное для кухни. И я подумала, что мультиварка, это прикольно. У меня тоже есть мультиварка, я ей пользовалась ноль раз в своей жизни, но я это я, а надеюсь, что Карине с Оском она пригодится, потому что там много чего можно сделать классного. Ну, знаете, сложно подобрать подарок человеку, у которого, по сути, все есть. Кто-то там что-то обвинял меня в том, что я Карине подарила деньги на день рождения. Мне кажется, это идеальный подарок, потому что я ей подарила определенную сумму денег, и она ее добавила там к своим деньгам и купила себе Панаму от Шанел. Шанел. И мне кажется, что это, ну, как бы, хороший подарок, нежели если бы я ей подарила какое-то фуфло, которое у нее уже есть. Ну, что я ей подарю? Ну, что? Поэтому мне кажется, что деньги это самое классное, но вот в данной ситуации я подумала, что подарить что-то для дома будет прикольно. Я не знаю, просто может быть, вы будете меня осуждать еще за то, что я подарила Карине мультиварку, но я знаю, что как бы все равно для дома это полезно, мало ли, может быть, она так в нее влюбится и будет постоянно с ней рис делать еще что-то, и мне показалось, что прикольно. Так что вот, купила я ее как раз в тот день, когда я снимала первый день в этом влоге, в Атриум ездила. Я выбрала такой молочный наряд, в котором пойду к Карине на свадьбу, на ЗАГС, хотя до сих пор, опять-таки, не знаю, пустят меня внутрь или нет, это пипец как грустно, если честно, и у меня получается будут черные сапоги, не туфли, а именно сапоги. Короче, я поехала, съезжу покушаю, братья Кроваева, заеду за продуктами в магазин. У моего мастера по маникюру есть сын, и он сейчас в армии. Просто хотела рассказать, что мне кажется, вот мы вчера это обсуждали, что как раз таки тем людям, которые в этот год попали в армию, повезло, потому что они ничего интересного не пропустили. Они пропустили то, что всех закрывали дома, то, что нужно ходить в масках, то, что паника в магазинах где-то продуктов нет. Ну, типа, не знаю, если у вас кто-то в армии, напишите, очень интересно. Дичь, конкретная. Я представляю, как завтра будет холодно. Знаете, я очень-очень рада за Карину с Оском, то, что они женятся, то, что они к этому наконец-то пришли через столько всяких моментов, типа, коронавирус, еще что-то. Они уже сколько раз переносили свадьбу. Все в этом духе. И я очень за них рада. Но, с другой стороны, мне очень грустно, что все... Ну, я не знаю, я думаю, они все равно рады, но, с другой стороны, мне кажется, что, типа, блин, все равно не так, как они хотели. Ну, мне так кажется, конечно, ну, не так, как в идеале, наверное, что, типа, летом, как они хотели, с хорошей погодой, что может зайти столько людей, сколько там, ну, грубо говоря, можно, ну, больше людей, чем 10 человек. И мне так грустно за это, с одной стороны. Но, с другой стороны, знаете, блин, главное, что они женятся, и уже все будет официально. Так что, вот, все равно рада, но для подружки все равно я желала, ну, не знаю, торжества какого-то. Надеюсь, что все-таки оно будет. Ну, Карина говорит, что они просто, типа, переносят это все до лучших времен. Вот. Так что, плюс ко всему, в любом случае, у них еще должно быть венчание. И я думаю, что это все будет нормально, уместно. Просто мало ли кто-то подумает, типа, блин, они уже в ЗАГС ходили, типа, какой смысл, там, грубо говоря, через год, там, ну, я не знаю, когда, да, типа, жениться. Смысл есть, потому что у них есть еще венчание, то есть это, как бы, ну, наверное, даже важнее ЗАГСа. Ну, не знаю. Вот. А по поводу меня, по поводу меня и моих желаний, хочу ли я замуж, я, у меня 7 пятниц на неделю, сейчас я уже не хочу замуж, обожаю. Это, знаете, просто, мне кажется, я начинаю переходить в стадию не отрицание, а, типа, ну, этого в моей жизни не происходит, значит, и не надо. Ну, типа, такое, знаете, и я, ну, как бы думаю, блин, все в свое время, но я это понимаю, что все в свое время, все будет тогда, когда и должно быть, но я не знаю, нет, конечно, я этого хочу, но не так, чтобы прям убиваться, знаете, и думать, боже мой, боже мой. То есть, у меня был такой период, когда я прям с ума сходила, думала, господи, я просто вот не могу, я не понимаю свой день, почему, почему я нельзя, почему у меня нет детей? Это был вот такой вот период, наверное, знаете, когда в моем возрасте моя мама уже вышла замуж, родила ребенка, и там половина моих одноклассниц уже женились, там кто-то уже родил детей, кто-то двоих, и у меня был вот этот период, типа, блин, ну мне тоже надо, это, знаете, типа, как общество, какие-то, не знаю, моральные, ну не моральные, а какие-то устои в обществе есть, что типа, блин, ну как бы уже все, ну типа, ты уже взрослая, уже надо, в любом случае, ну как бы мы живем в социуме, и что тут поделаешь, реально, общество давит, одноклассники давят своими свадьбами, ну не знаю, но с другой стороны, я все думаю, блин, у всех своя жизнь, у всех разная жизнь, у всех свой путь, и, ну как бы норм, на самом деле, не важно, когда я выйду замуж, важно, блин, за кого я выйду замуж, и, ну, насколько я буду счастлива, на самом деле, поэтому я считаю, что если в моей жизни таких событий не происходит, значит, и не надо сейчас таких событий в моей жизни, ну короче, я не думаю, что я себя этим успокаиваю, наоборот, знаете, я принимаю реальность, не то, чтобы я страдаю от того, что на мне никто не женится, сука, это так тупо, я не хочу, чтобы вы подумали, что, когда я об этом говорю в видео, это значит, что это какие-то намёки моему парню, да нет, мы это уже миллион раз просто обсуждали, также хочу сказать, что я никогда не говорила и не скажу своему там парню, типа, либо мы женимся, либо мы расстаёмся, так не скажу, потому что нельзя заставлять мужчину жениться на себе и вообще, кому это, блин, надо, вот, поэтому, ну я так никогда не скажу и никому так никогда не говорила, если вдруг вам интересно, жизнь такая интересная штука, иногда мы хотим, вот, например, иногда мы хотим вот это вот яблоко, например, я вам сейчас постараюсь такой пример привести, иногда мы хотим, точнее, мы думаем, что мы хотим яблоко, вот реально мы думаем, блин, я так хочу вот это яблоко, оно такое сочное, такое красное, такое-нибудь сладкое, так хочу это яблоко, но на самом деле мы хотим грушу, понимаете? Я думаю, что я хочу яблоко, но в реале я хочу грушу, блин, но пока я не попробую яблоко, я, ну, не могу, типа, у себя в голове принять тот факт, что на самом деле я все это время хотела грушу, блин, Короче, сложно объяснить, но это типа к тому, что так это в моей голове как будто бы запрограммировано Что даже не важно за кого, я просто хочу замуж И это вот как раз-таки типа яблоко А груша это самое главное, типа главное, чтобы я была счастлива с этим человеком Чтобы мне было хорошо, и не важно замужей, не замужей, вот эти все Самое интересное, что в жизни всегда так Ты чего-то хочешь Вот даже, не знаю, представить ситуацию, что у вас нет парня Вы пытаетесь встретить кого-то, найти какого-то парня, влюбиться Ну я не знаю чего, вот пытаетесь его найти Постоянно разочаровываетесь, еще что-то, какие-то козлы попадают, еще какая-то фигня И как только вы забиваете и думаете, да нахрен мне этот парень вообще нужен Мне по кайфу одной сейчас Я могу делать, что хочу, когда хочу Ходить там в кино с подружками, тусить И вообще нафиг мне этот парень не нужен И казалось бы, вы уже отпустили вот эту идею о парне в своей голове И в этот момент появляется парень Так всегда Поэтому никаких замужей мне не надо Я обожаю А сейчас, знаете, что, я уже вам говорила, типа, что нельзя парню говорить Типа, только никогда мне не изменяй Это как, знаете, сказать, только не запоминай цифру 36 И ты сразу же ее запоминаешь Потому что тебе сказали, только этого не делай И ты это сделал, понимаете? Это так работает Поэтому иногда я с моим парнем говорю Вот только не надо жениться на мне Вот только не надо этого делать Ну ладно И так реально Поэтому, во-первых, девчонки, запомните Никогда своим парням не говорите Не надо мне никогда изменять, пожалуйста Я узнаю, пипец все будет И вообще Никогда так не говорите Вот и все Я уже дома Сходила в магазин Я думала, что мне надо чуть-чуть Оказалось, что мне все нужно Рис закончился Вино Масло Короче, сейчас буду раскладывать свои паковочки Много риса взяла Вот этот вчера делала С Кариной пришли Очень вкусно А, кстати, ко мне вчера Карина приходила на стейки С рисом и салатом Вот такое взяла Ну, короче, всяких разных Я написала в другую клининговую компанию И у всех, короче, занято на очень долго Поэтому, скорее всего, 100% мне придется убираться самой Но все везде занято Поэтому, а я жить в грязи больше не могу Ух, уже надоело Так, продукты я разложила И, как я и говорила Мне нужно сегодня поменять постельное белье И я вам еще не рассказывала Мои вы хорошие У нас в спальне нет света Я не знаю, что, но когда включаешь свет Звук, как в фильмах ужасов И, знаете, типа я включаю Он такой, типа, бзззз И не включается в итоге Это кошмар Представляете, как я живу? Мне срочно нужен ремонт Поэтому единственное, что спасает Это вот этот свет И вот эта лампа Так мы и живем Ну вот, светло в комнате Кошмар, да? Мне давно нужно здесь поменять люстры В этой квартире вообще, в принципе, везде Потому что эти люстры Это просто отстой Просто отстой Несмотря на то, что мы их покупали Не за 3 копейки Они какие-то там, типа, китайские Я не думаю, что китайское это плохо Но, как минимум, эти люстры Мне кажется, для натяжного потолка Потому что вот эта хрень должна быть спрятана А у нас она не спрятана То есть должно быть только вот потолок И сразу вот эта блестяшка Ну, короче, не берите такие люстры никогда Берите самые обычные Минимализм Потому что, во-первых, здесь лампочки Которые жрут Офигеть, как много электричества Постоянно перегорают Короче, отстой Вива тут лежит Клеопатра моя Ой, ты мой шляденький Сегодня мама поменяет постельное белье И потом будет тебя купать тоже, ладно? Договорились Мы сегодня спали с ней как принцессы просто Вся кровать была наша Мамин, чувырлик Чувырлик, мамин Чупакабрик Наверняка кто-то сейчас напишет Чё за татуировка у Вивы? У Вивы есть татуировка Это делают заводчики Это значит, что, типа, собачка из питомника Ну, короче, что-то это значит Это, типа, это норм, короче Отстаньте У тебя шляденький Короче, у Вивы здесь цифры, которые В документе в её тоже указаны Ну, я думаю, что это может быть что-то типа паспорта Я не знаю Да, Вивтик, да, Вивтик, да, Вивтик У папы тоже есть татуировка Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, я уже постелила бельё Уже приехал Слава Мы уже с ним посидели, поболтали, пообнимались И я тоже его отпаривала Но почему-то у нас всё равно квадрятиками Какими-то, я думаю, что это из-за одеяла Вива уже лежит Как царица Левиена Шанель Нравится? Нравится тебе? Сегодня купаться пойдёшь? Чудще Чудще Мамина Ну, нравится тебе Шанель? Очень приятное качество, кстати Завтра в 10 утра мне вставать В общем, поскольку все клининговые компании, которые мне написали У всех пипец, как долго ждать, когда освободится место Чтобы пришли, убрались Я буду сегодня убираться Но прежде я хочу померить платья Наряды показать вам Потому что я их собираюсь разыгрывать Вот Ну, короче, схема будет точно такая же, как в прошлый раз У меня тут куча всего И я хочу подарить этим вещам новую здесь Так что сейчас буду мерить Итак, ребят, есть у меня такой комбинезон Правда, я не могу его застегнуть И Славу попросить не могу Он занят Короче Он офигенный Во-первых, тут можно немножко расстегнуть И как бы, ну, добавить перчинки Он классный Я его безумно сильно любила раньше Носила очень много Но у него есть одна проблема Дырка на жопе Наверное, поэтому я перестала его носить И я не знаю Ну, типа, наверное, разыгрывать такое-то стрёмно С дыркой на жопе Зашивать мне неохота Врать не буду Вот Поэтому Назовем это первым лотом Если кто-то захочет забрать этот комбинезон Зашить дырку на жопе То, ну, я буду рада Ну, и понятно, оставить себе Не, комбинез классный Кому не лень зашить дырку И носить его, то Отдам Вообще С удовольствием Так что, вот Первый наш лот Вот здесь она Вот Вот такое платье Немножко странное Вот эти завязки я просто так на бум завязала Вообще-то Можно их, наверное, вообще убрать Или завязать Как Как вам захочется Можно вот так Я его покупала сама Я его покупала для мероприятия В Каннах Во Франции Куда мы ездили вместе с мороженым Магнат Это было 2-3 года назад Оно с такой вот юбкой Блин, оно очень классное Но я к нём уже ходила Надела я его один раз Кому интересно Вот Ну, такое стильное Тут, типа, кожа Эти завязки Покупала я в каком-то шоуруме Я даже не знаю вообще название шоурума Ну, юбочка очень прикольная Давайте это будет наш лот Номер 2 Так, сейчас вообще с ума сойдёте Вот это платье я тоже отдаю Потому что я вообще ни разу не надела И, в принципе, странно Вот так стою, вроде смотрю Ну, вроде норм Но, блин Оно длинное То есть его, в принципе, вообще можно на какой-нибудь выпускной, грубо говоря, надеть На мероприятие Ну, вот Не, оно классное Оно такое, типа, простое Знаете, цвет у него такой Какой-то Тёмный, винный С какими-то переливаниями Не знаю, видно вам, нет Такое, типа, как бархатное Что-то такое И оно длинное Видно, нет Давайте так Это будет наш лот номер 3 Ну, как бы, симпатично В принципе Для фотосессии какой-то Я его покупала Не помню, как магазин называется Там, посмотрите До конца не могу застегнуть Блин, тут тоже дырка на жопе Блин Короче, это будет лот номер 4 На самом деле Если вы не хотите брать платье с дыркой на жопе То просто не пишите И всё А те, кто захотят забрать И мне в падлу зашить дырку То напишите Ну, блин Я просто думаю Может мне вообще такие вещи не разыгрывать Это же стрём какой-то Но мне саму в падлу зашивать Я не знаю Почему тогда я этого раньше не сделала Короче, здесь На том же месте Кстати, я всё равно разыграю Потому что мало ли чего Может кто-то просто его заберёт И на ткань какую-нибудь пустит Поэтому пофиг Следующий лот Это комбинезон Который мне очень велик То есть это, по-моему, размер М Оно ещё с ценником Да Это размер М И оно мне очень велико Ну, короче, висит прямо вот здесь Не знаю, видно вам или нет Вот сколько То есть По идеале оно должно мне Типа вот так вот как-то сидеть И то вот Ну, короче, на мне не сел этот комбинезон Вот Поэтому, девчонки У кого размер М Вам идеально должно зайти Обычный комбез такой Вот Тут А, нет Тут что, нет кармашков? Кармашков нет Вот Ну, знаете, пиджак сверху Вообще прикольно Сейчас понятно, уже осень Куда в таком ходить Но, грубо говоря Потом куда-нибудь Мало ли, может Всё, будет норм И получится На зимние каникулы Ехать на море Поэтому Я забыла Я сбилась Какой-то у нас слот Пятый, наверное Ну, короче, сбоку Вы всё равно видите Что это у нас за номер Этого наряда Тут нет дырок Я вообще ни разу не носила Только мерила дома Так, следующий наш слот Вот такое платье Лёгкое Тоже летнее Это именно платье Это не комбинезон Ну Вот Чё Я в нём, кстати, ходила Уже не помню Как давно это было Оно здесь на резиночке Вот Так что, в принципе И S, и M Я думаю Влезет Нормально Ну, вот такое вот Платьице Мне просто уже Не то чтобы не идёт Вот я смотрю Вроде нормально Ну, а чё Миленько, да? Даже для фоточек Каких-то Привет Я сейчас с такой Притёской Идеально Теперь такая Русская женщина Но просто уже не моё Уже Ну, короче, не мой стиль Блин, ну чё я вам рассказываю Просто не хочу Не хочу Не ношу Уже очень давно Итак, наш следующий лот Вот такой комбез Очень классный Причём я его ни разу Никуда не надела А брала я его Вообще, по-моему На свадьбу хотела Но тут в кармане дырка Котина такая Что ж такое? На самом деле это фигня Чё я его вытащил Зашил Внутри вообще никто Ничего не увидит Вот Так оно выглядит И самое интересное Что я его реально Никуда ни разу не носила Посмотрите Цельник висит Это бирка Поэтому я не знаю Просто, видимо Случилось Что случилось Само по себе Может так случилось Вот такое вот Резинку Сниму сейчас Вблизи Это так Выглядит Получаются Такие цветочки Везде Ну, она миленькая Прикольненькая Но, знаете Я в нём Как будто бы Больше становлюсь Красивая Сто процентов Но Как будто не мой фасон Тоже Я в этом становлюсь Даже больше Так, следующий Наш Лот Вот такой вот Комбинезон С какими-то резинками Что это? Я его ни разу Не надела Я не понимаю Что это такое Может это тоже Как-то вот так Можно По странному Надеть Короче Когда я это заказывала Я думала Что это будет Абсолютно по-другому Всё выглядеть Но я не знаю Что с этими резинками делать Если честно Может их как-то Здесь вязать можно Сразу скажу Колючий Просто кошмар Ну он типа Весь в таких Пайетках Ну Блин Мне вообще Вот прям Не моё Я в этом Прям какая-то Не знаю Гусеница Без формы Просто квадратный Человечек Ну может быть Кому-то Это зайдёт Пипец По росту нормально То есть У меня как раз Там где и надо Заканчивается Длина Следующий лот Точно Такое же платье Как синее Только белое И оно уже Размером поменьше То есть Я его не смогла Надеть через низ То я кстати Надевала через низ Спокойно у меня Всё поместилось А здесь уже Нет Я не смогла Мне пришлось Его через верх Надевать То есть Я не знаю Это С-ка То есть Оно прям Поплотнее Здесь Всё равно Резинка Но она такая Уже Поконкретнее Идёт Ну вот Такое же платье Лёгкое Летнее Не знаю Я уже Не знаю Какой это у нас По счёту Наряд Но Следите на экране За этим Качество Приятное Очень нежненькое Вот это Мне безумно Нравится Сразу говорю Что оно Очень Плотненькое То есть Тут уже Нужно Как бы Быть Худенькой Скажем так Потому что Здесь Прям вот Хорошо У меня Сжимается Здесь Тоже Оно Мне безумно Нравится Я очень часто Думала о том Господи Какое оно Шикарное Какое оно Вообще Красивое Какое оно Мне нравится Но Я не чувствую Что оно Мне идёт Из-за вот Этих штанин Длинных Как будто бы То есть Здесь у меня Бока Да Ну короче Что-то не то Как будто бы Как будто бы Я не знаю Вот как-то Вот опять Как будто бы Я чувствую себя Квадратиком Ну короче Не знаю В целом Классно Единственное Что вот здесь Над попой На копчике Собирается То есть Вот так вот Даже Как-то странно Ну то есть В целом Вообще Очень красиво Прикольно Блёсточки Цвет Ну Короче Не знаю Кому понравилось Пишите Тут очень длинные Лямки И Мои Сиси Просто Рискуют Оказаться На всеобщем Обозрении Поэтому Я не знаю Тут наверное Знаете Чего Вы взяли Просто Лямки Подшить Сделать их Покороче Я его тоже Как видите Никуда не надела Кроме фотосессии Потому что Риск того Что Ну как бы Все увидят Мою грудь Он велик У меня так Я не знаю Что для этого платья Нужно Либо Огромная грудь Но опять же Мне кажется Здесь вот эти штучки Они просто Ну как Не прикроют И всё Поэтому я рекомендую Просто взять Отрезать И подшить Покороче Итак Ребята Наш следующий лот Тоже комбинезон С блёстками Этот комбинезон Мне намного Больше нравится Чем Предыдущий Похожий Типа тоже С блёстками Потому что Этот внутри Максимально приятный Не колется Сразу говорю Он мне велик Ну вот Как бы Вот здесь То есть Такое вот У меня ощущение Но В этом комбинезе Всё замечательно Он мне очень нравится Он классный Клёвый Я его точно носила Не помню куда Но Вот здесь Где подмышки Вот эти пайетки Они просто режут Они просто режут Твои руки И царапают Не знаю Может как-то По-другому Можно носить Господи Как красиво Может это так Надо было носить Посмотрите Как клёво Но он очень красивый Очень классный Может быть У вас Как-то решится Проблема С тем Что Он режет Подмышки Или просто Вы нахрен Отсюда Их соскребёте Эти блёсточки По сути Всё равно Подмышках Никто не увидит Ну не знаю Он очень классный Реально Мива в шоке Что у моего За вечеринка здесь Ну вот Такое платье Я в нём Не помню куда я ходила Но у меня точно была В нём фотосессия Точно снимала В нём видео Может даже на Новый год Его надевала Не знаю Но Ну блин Не ношу я такое Хотя мне кажется Оно мне идёт Может быть Не в полный рост Ну да По цвету Очень красивый цвет Брови упали Так что Вот такое платьице Как вам Не Оно прикольное Оно классное Оно комфортное В принципе Никаких претензий К нему нет Оно не колется Ничего такого нет Приятное В своё время Вот это платье Мне так сильно нравилось Что я просто Сходила по нему с ума Оно реально классное До конца достигнуть Не могу Ну ладно Оно такое Типа платье Мешок Но это типа Как одна большая роза Ну ладно Не одна Как будто бы Это всё в розах Поковать здесь Правда странное Типа и не туда И не сюда Не знаю Хотя может быть Это норм Но оно классное Оно реально Очень мне нравится Прям даже Хоть оставляю его себе Но опять же Таки Я сказала себе И дала себе слово Расставайся С вещами Оно стопудово Короткое С сапогами Я думаю Будет вообще бомба Может даже сюда ремень Знаете Нацепить Можно попробовать Думаю По моим комментариям Вы и так понимаете Какие платья я люблю А какие Так себе Типа Зачем они появились В моей жизни Ну вот Что-то такое Блин Классные платьицы Да Очень даже Классные Себе Ставлю Ну-ка С сумкой Диор Ну нет Не знаю Странно Очень странно Я конечно Крутая На себя бренду Навешала Но всё равно Странно Ну или нет С чёрными сапогами Короче Я его отдаю Оно очень классное Я прям уже даже Забирайте Забирайте Так что кому нравится Пишите Так я его опять Не могу застянуть До конца Оно очень Короткое Тут такие Типа плечи Объёмные Короче Оно мне очень короткое То есть чуть поднять И всё Здравствуйте Мне оно Короткое Поэтому Девочки Которые Пониже ростом Я думаю Вам будет замечательно Ну как бы Нет Так можно ходить Наверное Но мне это слишком Ну как бы Чуть-чуть Хотя бы подлиннее Потому что я знаю Что если я наклонюсь То Вива всё увидит А Вива не хочет Это всё видеть Но оно классное Такое типа Бам-бам Новый год Я в нём кстати Новый год какой-то Встречала Не потрёпанная Жизнью Тоже в пайетках Но кстати Они не колятся Хотя вот только Наверное внизу Но тут есть какая-то Подкладочка такая Ну не знаю Ну короче Вот Так Ну что ж Наш последний лот Я скажу честно Это одно из самых Любимых платьев За всю историю Моих платьев Моей жизни И типа Со спины все думают Что я в шикарном Вечернем платье А спереди все думают Что я пришла на Как-то я на вечеринку Оно такое Типа простое Ну типа Чёрное Без всякого Там При этом Очень хорошо Держит грудь Очень крутое сбоку Только единственное Что как будто бы Тут талия опущена сильно Не знаю Может я права Так что вот такой вот Вариантик И это наше Последнее платье Я проголодалась Поэтому сейчас Я буду жарить стейки Это филиминьон Сейчас покажу Как выглядит Вот такой вот Вот что тут написано Стейк Филиминьон Ну короче Вот такой Реально очень вкусный Я его помыла Промакнула Бумажными полотенцами Сейчас я его поперчу Намажу маслом И буду его жарить Внимание Под закрытой крышкой На слабом огне Объясню почему Так намного сочнее У меня получается Вкуснее И прям идеальная прожарка Может быть это неправильно И нужно по-другому Типа не закрывать крышкой Ради бога Вы можете так делать Но я буду делать так Как у меня получается вкусно В общем мы покушали И теперь нужно здесь Все убрать Наверное я с вами попрощаюсь И буду уже убираться За кадром Чтобы быстрее Все это сделать Не отвлекаться на камеру Но до того Как я начну убираться Мне нужно смонтировать Этот влог Чтобы он вышел завтра Потому что у меня В этом месяце вообще Очень редко выходили видео И меня это жутко бесит Поэтому сейчас я буду убираться На кухне Уберу еду А потом монтировать влог Поэтому я с вами прощаюсь Спасибо большое Что смотрели это видео Надеюсь что оно вам понравилось Больше чем предыдущее Всех люблю Целую Обнимаю И кстати следите За моим инстаграмом Сегодня И за инстаграмом Карины конечно же Тоже Потому что Ну вы знаете Она сегодня женится Поэтому я думаю Сторис будут обязательно Интересные И классные Ну и в общем это все Всех люблю Целую Обнимаю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok